Добрый день. Пришло описание одного клинического случая, достаточно любопытного, хотя, на мой взгляд, здесь надо обращаться не к психиатру, а к психологу. Человек рассказывает о себе. В школе его обижали, часто над ним глумились. Он воровал у своих одноклассников. Учился плохо. С шестого класса учился в спинальном интернате для детей с больной спиной, соответственно, с позвоночником. После этого поступил в строительное училище СПТУ, где тоже не учился. Занимался фарцовкой, то есть спекуляцией во времена Советского Союза между жителями СССР и иностранцами. Ну, для тех, кто не знает. После СПТУ его призвали в армию. Там тоже все было плохо. Его обижали. Он прислуживал дедам, его опускали. И вот так вот он как-то худо-бедно дослужил. Потом занимался строительством. Что-то там подворовывал. Тоже к нему относились плохо, гнобили. После строительства в 98 году он создал какой-то бизнес с общепитовскими столовыми. В 2 августа 92-го по 98-го года все прогорело. Он какие-то деньги утащил. Уехал. Занимался торговлей то ли краденными, то ли какими-то нерастаможенными автомобилями. К нему было масса претензий. Якобы его партнерша была больная ВИЧ, она ему так сказала. А он не знал. У него, соответственно, возник страх, панические атаки, скованность дыхания. В 2004-2015 годах ежедневно алкоголизировался, чтобы снять тревогу. Потом опять у него был стресс осенью 2017 года. Он бегал там между Москвой и Тбилисией зачем-то непонятно. То ли скрывался от кредиторов, то ли там еще какие-то проблемы были. Сон был нарушен. Настроение нестабильное. Раздражительность. Принимал фензепам при панических атаках. Обращался к врачу. Ему назначил триллежент тритикограндоксин. От врача он ушел, не расплатившись. Потом пошел к другому врачу. Тоже у него выпросил рецепт. Убежал с этим рецептом. И вот что ему, собственно говоря, сейчас делать. Потому что ему кажется, что ему помогают нейролептики. А антидепрессанты ему не помогают. Хотя врачи говорят ему противоположное. И вот сейчас он не знает, чем ему заняться. Да, ну и включение за жалоб, что к нему плохо относятся. Его не уважают, его не любят. Его презирают и так далее. Ну, что я могу сказать. По жалобам, да, в общем-то, лечение, которое было вам назначено, оно вполне адекватно. Но боюсь, что ваша проблема не в лечении ваших симптомов, а в вашем поведении. Дело в том, что по вашему описанию судя, вы всю жизнь себя вели, как такой мелкий пакостник, который гадит везде, где только может. И при этом удивляется, почему к нему люди относятся. То вы кого-то бросили, вас кто-то якобы зачем-то заразил. При этом вы не можете обратиться к этому человеку с прямым вопросом, потому что сами вели себя по отношению к нему непорядочно. То вы утащили где-то деньги, то вы кому-то не заплатили, то вы у кого-то что-то украли, то вы кому-то прислуживали. Ну, понимаете, очень сложно ожидать, что если вы ставите себя и ведете себя как вот такой вот, ну, малоуважаемый себя, малоуважаемый, малоуважающий себя и малоуважаемый другими человек, что к вам кто-то будет относиться нормально. Поэтому то, что касается медицинской части, вот по вашим жалобам, панические атаки, нарушение сна, эмоциональная лоббильность, раздражительность, да, назначение у вас правильное. Но боюсь, что пока вы не пересмотрите свою модель поведения, никакого улучшения вашего состояния, в принципе, ожидать не приходится. Ну, уж извините за такую грубость, но таблеток от козлиности еще не изобрели. А то, что вы описываете, я просто прочитал не все, что было описано, поскольку тут вещи, по которым, наверное, человеку можно легко узнать. Но при таком отношении к окружающим нельзя рассчитывать на то, что они будут вас ценить, любить и уважать. Так что пересмотрите свою модель поведения, причем кардинальнейшим образом. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания.